Недавнее решение НАТО разместить в Балтийских странах контингент из 4000 военнослужащих стало дополнительным раздражающим фактором. Тем не менее, обе стороны выразили надежду на продолжение диалога. Как отметил на последовавшей после встречи пресс-конференции Генсек Альянса Йенс Стоутенберг, взаимопонимания по ключевым вопросам между Россией и НАТО нет, тем не менее имеются некие общие цели сохранения мира и противостояния терроризму. Россия проявила инициативу и выдвинула несколько предложений касательно обеспечения безопасности полетов в регионе Балтийского моря. Детали еще прорабатываются, но стороны пришли ко мнению, что полеты с выключенными транспондерами создают определенную опасность для гражданского трафика, и мы должны найти решение этой проблемы. Сегодня же министр обороны Ханнес Хансу отметил также, что для Эстонии вопрос безопасности полетов был ключевым. В небе над Балтикой довольно напряженный трафик, здесь проходят несколько загруженных авиакоридоров. И любой пролет военного самолета с выключенным транспондером создает напряжение и может привести к инцидентам и даже столкновениям. Мы сделали определенные шаги по укреплению безопасности в Балтии, но это не означает, что на этом диалог с Россией прекратится. Несмотря на фундаментальные разногласия по многим вопросам, например, по поводу того, что делала и делает Россия на Украине, мы должны прямо говорить о проблемах и, конечно, всегда готовы выслушать и вторую сторону. Российский обозреватель Илья Крамник также отмечает, что при существующей общности целей, будь то украинский конфликт или война в Сирии, понимание того, как добиться снижения напряженности, у сторон диаметрально противоположные. И пока никто не собирается делать уступок. Необходимо добываться каких-то положительных результатов, будь то Украина или Сирия. Но вот это единственное сходство, все за все хорошее, против всего плохого, оно никак не развивается в общую совместную работу, поскольку представления о том, в чем, собственно, заключается хорошее и даже в чем заключается плохое, они сторон диаметрально различаются. Похоже, серьезные шаги вряд ли будут сделаны до конца этого года, так как очень многое зависит от результатов президентских выборов в США, которые, в общем-то, во многом определяют генеральную линию НАТО. Пока же прорыва ждать не приходится. Алексей Иванов, Тит Карг, Первый Балтийский канал. Субтитры сделал DimaTorzok